Здравствуйте! В эфире Солочногорского телевидения итоговый выпуск информационной программы «Наше время» об основных событиях в городе и районе. Студия Владимир Яковлев. Главное событие недели в Солочногорье – визит временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева 1 июля. Он начался с поселка Андреевка. Глава региона прилетел туда на вертолете, посетил научно-производственное объединение «Стеклопластик», «Гордость поселка» и так и не открытую поликлинику – главную проблему городского поселения. Знакомство исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева с Андреевкой не случайно началось с посещения научно-производственного объединения «Стеклопластик». Динамично развивающееся предприятие, основными заказчиками которого являются крупнейшие представители ракетно-космического и оборонного комплексов страны – атомной и авиационной промышленности «Гордость поселка». Глава региона знакомился с производственными линиями предприятия, осмотрел экспозицию с выпускаемой продукцией, встретился с работниками. А здесь что в городе происходит? Школы, детские сады? Проблема и со школой, и с детскими садами. Стройки строятся, а детский сад один, школа одна. Больше ничего не строится. НПО «Стеклопластик» – городообразующее предприятие Андреевки. Потому и вопросы от сотрудников касаются всех жителей. Есть земля и самая перспективная для развития рабочего поселка, где запланирована и школа, два детских сада, физкультурно-оздоровительный центр. Это южная часть Андреевки. Где-то порядка 45 гектар. Просьба такая к вам, чтобы как-то ускорить, решить этот вопрос, этого перспективного развития Андреевки. Отреагировав на жалобы, Андрей Воробьев проехал к храму Всемилостивого Спаса, где при новой застройке была испорчена дорога, и дал указания представителям районной администрации. Сколько вам нужно времени, чтобы порядок с вами? Сколько будет? Сколько? Дорогу на сайте. Исполняющий обязанности губернатор не мог обойти главную проблему поселка – поликлинику, которую строят уже 12 лет. Андреевцы, живущие в ожидании, надеялись на открытие лечебного учреждения к приезду Воробьева. Но после беседы с заведующей оказалось, что не все проблемы еще решены. Мы посетили поликлинику для того, чтобы понять, насколько необходимо уконфликтовать данное медицинское учреждение, чтобы она начала работать, и здесь могли обслуживаться и дети, и старшее поколение. До 1 сентября мы необходимые закупки на уровне 10-15 миллионов обеспечим, и, соответственно, с 1 сентября поликлиника это будет проблему. Исполняющий обязанности губернатора отметил необходимость изменений в жизни поселка, которые должны выражаться в повышении внимания к нуждам жителей и ответственности властей. Из Андреевки Андрей Воробьев совершил перелет в сельское поселение Пешковское. Там, недалеко от деревни Дурыкино, он посетил новую стояночную площадку для большегрузных автомашин. Район 47-го километра Ленинградского шоссе, 20 километров от МКАД. У пропускного пункта на огороженную территорию плакат с эскизом будущего автопорта. Первую очередь этого проекта и должен оценить исполняющие обязанности губернатора Московской области. К его прилету все готово. Среди встречающих представители регионального управления дорожного хозяйства, руководство городского поселения Пешковское, другие гости и журналисты. Большегрузы выстроились на отдалении, словно демонстрируя вместительные возможности автопорта. Электрика исправна, территория контролируется. Приближается гул вертолетного двигателя. Заклубилась пыль на соседней территории. И вот вереница кортежа главы региона. Представительские авто направляются к месту презентации. Андрея Воробьева встречает руководитель предприятия, которое взялось за осуществление проекта автопорта. Подобная стоянка необходима, потому что грузовики уже зимой этого года начали скапливаться на территории, на прилежащих территориях СА-107, с Ленинградской. Тем самым практически однажды зимой блокировав работу нашей компании. Начали этот проект в марте, в апреле поучаствовали в заседании в Госдуме, посвященной вопросам автопортов. И получили поддержку от правительства Московской области. Для строительства автопорта была выбрана болотистая местность. По словам руководства, в настоящее время сдается в строй первая очередь проекта. Собственно, автостоянка на 330 машиномест с перспективой расширения до 2000, пункты питания, душевые и туалеты для дальнобойщиков. В ближайших планах строительство прачечной. Суточная стоимость парковки 250 рублей. Стоимость горячего обеда около 200. Я разговаривал с дальнобойщиками, главное требование – это охрана. Охрана осуществляется собственным ЧОПом, который охраняет склад 23 лекарства с нашими автомобилями. Вторая очередь проекта автопорта будет включать в себя технический центр. Третья – модульные гостиницы для водителей. У нас первая парковка открыта. Теперь большегрузные автомобили могут в безопасности находиться и совершенно спокойно отдыхать. Вот такие проекты у нас на всех ключевых трассах будут реализованы, расположены. Но пока пустая парковка, потому что нет культуры, и фуры часто предпочитают ночевать в населенных пунктах, а не на отведенных для этого местах. Вот это кнопку, которую мы совместно с ГИБДД, с местными властями, должны формировать. То есть все большегрузы должны ночевать здесь, ждать своего часа, 20 часов, и уже выезжать, соответственно, на МКАД, на транзит. Ну и можно сказать, что это как раз то место, где именно здесь плюс-минус несколько сотен метров пройдет центральная кольцевая дорога, и, соответственно, в будущем уже здесь будет мощная развязка, которая позволит вообще транзитному транспорту избежать попадания и дальше, в сторону Шереметьево, и на МКАД непосредственно, то есть разгрузит дорогу. По данным Главного управления дорожного хозяйства области, до конца 2013 года в Подмосковье будет запущено в эксплуатацию 12 подобных комфортабельных стоянок для большегрузного транспорта. В завершении презентации автокорта Андрей Воробьев поинтересовался качеством пищи в местном кафе и угостил ею своих попутчиков. Следующий пункт визита Андрея Воробьева – микрорайон Тимонова. Там главу региона встретил глава Солончногорского района. Андрей Юрьевич пообщался с жителями и посетил один из самых проблемных объектов в военном городке. Тимоновская котельная была построена в 1968 году и принадлежала Министерству обороны. Сейчас здание котельной постепенно разрушается. Это происходит потому, что котельная, как выясняется, построена на плавуне. Под зданием образовались пустоты. На встречу с исполняющим обязанности губернатора области пришло не менее 50 жителей микрорайона Тимонова. Все они с надеждой ждали приезда Андрея Воробьева, чтобы задать ему свои вопросы. Мы два месяца уже сидим без воды. Сделали нас заложниками, самыми натуральными. И что, не видно было раньше, что трещины, какие-то проблемы. Вот надо было ждать и губернатора вызывать. Тимоновская котельная находится в аварийном состоянии и не работает уже два месяца. Представители районной власти пытались успокоить людей, ожидающих руководителя области. Четкое представление у нас такое, что в эту зиму мы должны с этой котельной войти, а модульную, либо то, что специалисты посчитают и скажут, что сделать, параллельно. Ну, самый основной вопрос, понятно, что это наладка подачи горячей воды. А так вообще, наверное, чтобы была чистота и порядок. Потому что в городке, конечно, очень грязно. Озеро грязное, в первую очередь. Площадки детские, грязные. Все в грязи. Мусор кругом, везде и всю. Мы делали отмостки вот эти зимой. Отмостки уже разрушаются вот эти вот зимой. Да, там не зацементирована сливная, с крыши трубы сливная вода идет в подвал. В подвале полной воды. Мы ждем детских площадок, чтобы город чистый был. Потому что стыдно, когда приезжают с других городов в гости люди, стыдно по улицам провести. Настолько грязь не убрана и никому до этого дела нет. После томительных ожиданий, наконец, прибыл кортедж временно исполняющего обязанности губернатора Московской области. Андрей Воробьев сразу же отметил ужасающее состояние дорог в Тимонова. Жители военного городка хотели услышать ответы на все свои вопросы. Но самое наболевшее – отсутствие горячей воды в бывшем военном городке. Почему? Мы уже на протяжении трех лет все время у нас продуктические работы задерживаются на весь летний период. То есть нас воду отключают и все лето мы сидим без горячей воды постоянно. Глава города Александр Талданов пояснил Андрею Воробьеву, что котельная стоит на плавуне. Фундамент размыт, пол в здании местами проваливается. Необходимы денежные средства для того, чтобы укрепить стены, залить пустоты под зданием, укрепить несущие конструкции. Качество водопроводной воды тоже оставляет желать лучшего. Для этого планируется провести следующее мероприятие. Мы поставим станцию без железа, мы поставим водоподготовку с ионообменной смолой, ультрафиолетовые установки поставим. А сама система нормальная? Здесь сама система, к сожалению, в плохом состоянии, нужно менять трубы. Проанализировав полученную информацию, Андрей Воробьев принял следующее решение. Нужно сделать экспертизу. Скорее всего, экспертиза покажет, что нужно вложить в следующие два месяца 50 миллионов рублей. Тянуть мы здесь не будем, потому что это уже будет осень, когда мы отремонтируем котельную для того, чтобы она просуществовала год или два. Андрей Воробьев также добавил, что параллельно с ремонтными работами будут проводиться необходимые мероприятия по строительству новой, более мощной котельной. Он пообещал, что приблизительно до конца июля тимонстцы должны получить горячую воду. Центральным пунктом поездки руководителя региона по нашему району стала его встреча с солнногорцами в Доме культуры «Выстрел». За несколько часов до начала встречи зал бывшего Дома офицеров почти целиком заполнили работниками муниципальных учреждений. Чтобы скрасить ожидания гостя в душном помещении, им даже был показан художественный фильм «Кавказская пленница». А когда встреча началась, специально подготовленные люди блокировали подходы к микрофонам, задавали Андрею Воробьеву малозначащие вопросы, хвалили работу районной администрации и уменьшали таким образом возможности солнногорских активистов обсудить с руководителем региона жизненно важные проблемы. Народ у Дома офицеров курсов «Выстрел» стал собираться задолго до встречи с исполняющим обязанности губернатора Московской области. Кого-то привел служебный долг, кого-то любопытство, но в основном необходимость получить ответы, которых от местных властей не добились. Мы думаем, что очень много будет вопросов к губернатору, успеет ли он нам все ответить, потому что очень много представителей города и очень много всех волнует, конечно, наш город. Потому что наш город вообще, мне кажется, позабыть и заброшен. Пожили очень много вопросов. По благоустройству. Я с улицы Баранова, где можно во время дождя плыть только на платно. Жемчужину озера нашего подмосковного в порядок. Выделить федеральные деньги обязательно, областные деньги и также привести в порядок курса быстрого. Просто стыдно. Мы просто умоляем, чтобы не отравляли нам жизнь, закрыть два завода, которые, эти выхлопные газы, их нельзя поймать. Мы написали заявление. Это самое передала я, это самое, секретарям, там две девочки сидят. Потому что туда не протиснуться. Организаторы позаботились о том, чтобы развлечь народ до начала встречи любимыми советскими комедиями. Но не о том, чтобы разместить наибольшее количество людей в зале и обеспечить им возможность задать вопросы. Поэтому многие из желающих так и не смогли попасть в зал. Хотя часть мест так и осталась свободной. А исполняющему обязанности губернатора пришлось выполнять чужую работу. Не дают места? Вот на первом ряду. Я вам даю. Садитесь. Вот там еще есть места. Стулья есть? А кто организатор-то? Есть организатор-то? Ну там или стулья, или как. Мы начнем работать. У свободных микрофонов еще до начала встречи вытянулись длинные очереди. Первыми в них оказались известные в районе люди. Но вопросы они задавали порой не слишком актуальные. Заслуженный художник России, доцент Фашаян Роман Олегович. Уважаемый Андрей Юрьевич, в 1975 году в нашем городе был заложен ветеранами Великой Отечественной войны, школьниками и пионерами парк Победы. Прошло уже почти 40 лет. Но район этот парк не поднимет. Там тоже очень дорогой проект. У меня к вам просьба, просьба всех ветеранов и жителей нашего района помочь нам создать этот парк. Парк-то в каком состоянии? Достойно? Парк в 1975 году наши ветераны посадили аллеи. Березовая аллея. Нет, парк в каком состоянии? Пока парк, так сказать, в проекте. Так вот, мой друг-коллега, я хочу сказать следующее. Не надо меня здесь раскручивать на деньги. Я что прошу, Юрий Анатольевич, чтобы у нас отношения все-таки формировались более-менее, как бы, да? Они пока тяжело формируются, да? Давайте вот все-таки мы там наведем сначала порядок, а потом будем скульптуры ваять. Отойдя от абстрактной, пока скульптурной группы недостроенного парка Победы, разговор перешел к жизненно важной для солнечногорцев теме экологии города. Причем именно жизненно важные вопросы людям пришлось задавать выкриками из зала. Здесь очень жарко, и люди собрались не по поводу парков. У нас в городе, вы прекрасно знаете, есть завод, который травит весь город. Мы задыхаемся от этого звоня, который почему-то не администрация, никто не принимает никаких мер. Куда мы только не обращались. ЗНП «Синиш», завод «Пларус» или «Марк» еще в одной профзоне, прямо в центре города. Глава региона пообещал обеспечить круглосуточный мониторинг состояния атмосферы в городе в течение ближайшего месяца. Следующий экологический вопрос касался Ахметьевской свалки. По свалке, по свалке дайте, видите что? По свалке дайте, по свалке дайте. Самая больная тема – это наша московская свалка, потому что она существует с 1956 года. Везут 800 машин в сутки мусора. Мы задыхаемся, у нас возле этой свалки стоит два дома трехэтажных. Мы закрываем окна всю ночь, потому что дышать нечем, мы задыхаемся этой вонью. И никакие вопросы не решаются в этой свалке, мы уже везде писали. Когда заканчивается лицензия в этой свалке? Дело в том, что они строят предприятия сейчас мусорно-перерабатывающие. Лицензии пока не закончены у них. Нет, я же не спрашиваю, что они строят. Я спрашиваю, когда заканчивается лицензия. Лицензии еще не заканчиваются. Нет, нет, нет. Вы, наверное, слышали о инициативе, которую я предложил. Из 39 полигонов 24 закрыть. В том числе и Хмельцкий. В том числе и Хмельцкий, да. Ага. Ну все, значит, он будет закрываться в этом году. В оценке благоустройства города глава Подмосковья оказался единодушен с жителями. А его реакция на оправдание представителей района администрации была жесткой. Я мягко уж говорю, что вас не травмировать. Поверьте, но я могу травмировать. Нету порядка в городе. Не верите? Езжайте в другие города и посмотрите. И люди говорят, давайте наведем порядок. А вы говорите, нет, есть порядок. Мы имеем программу действий. По этой программе мы в этом году гораздо улучшим состояние порядка в городе. Но не все в одну секунду можно сделать. Мы работаем. Недоумение у главы области вызвало и отсутствие должного взаимодействия местных властей с жителями района, которые легче всего организовать в форме встреч. Почему все упираетесь, а? Почему вы такие упертые все, а? Но если люди говорят, что не встречались, что не вручили все? Вы можете в таком клубе собрать свое поселение, рассказать? Собираем регулярно. И готов еще раз? Убирал! Убирал! Ну как, люди говорят, не собираете. Вы все говорите, собираете. Люди говорят, лопухи, раз тут они говорят, нечисто. Ну что, ну почему такое отношение-то, а? Вы что, мужики? И у губернатора порекомендовал местным чиновникам чаще встречаться с жителями и разъяснять свои действия или причины их отсутствия. Просто тогда у меня возникают вопросы к вам. Понимаете? И у прокуратуры могут к вам вопросы возникнуть. Понимаете? Диалог главы района с жителями коснулся расселения ветхого и аварийного жилья, передачи муниципалитетам военных городков и программы их восстановления, проблемы льготных лекарств и ветеранских организаций, разгрузки Ленинградского и Пятницкого шоссе. Подведя итоги разговора, Андрей Воробьев пообещал, что эта встреча с солнечногорцами не последняя, а к следующему приезду решение озвученных проблем будет проконтролировано им лично. По окончании встречи с солнечногорцами Андрей Воробьев дал итоговое интервью представителям областных и районных средств массовой информации. Во-первых, очень полезная встреча, запоминающаяся. Я не знаю, сколько по времени мы работали, но все вопросы, которые задавались жителями, я считаю, крайне важными и требующими регулярной работы власти, муниципальной власти, региональной власти. Что касается экологии, это один из эпизодов, который прозвучал на встрече. Это три предприятия, я уже дал распоряжение. Здесь будет круглосуточная передвижная станция для того, чтобы выяснить и определить количество и качество выбросов на этих трех предприятиях. Вот, соответственно, после такой подробной экспертизы круглосуточной мы сделаем вывод. Нарушают они экологию, насколько нарушают, или дела обстоят благополучно. Но люди жалуются на запах, и не просто так. Сегодня вы побывали в Тимоново, встретились там с жителями. Вопрос стоял о том, что нет воды, и вода ржавая из труб идет. Вот там какое принято решение? Это была очень тяжелая встреча, потому что вопросы, которые задали жители, их 14, самых острых 14. Нет самого острова одного вопроса, есть 14 самых острых вопросов. И все они действительно аргументированы. Это и отсутствие воды, и отсутствие тепла, отсутствие дорог, детский садик, которым зимой 10 градусов. Все это тяжелое наследство военных городков, которых у нас добрая сотня сегодня, нуждающихся в активных больших деньгах. Тут должны прийти не просто деньги, эти деньги еще нужно по уму вложить в города. И нет сомнений, что нам нужна специальная программа по военным городкам. Это очень тяжелая тема, и набраться за нее надо. А итоговое решение по Тимовской котельной все-таки восстанавливать или строить новую модель? Ну, итоговое нужно сделать экспертизу. Скорее всего, экспертиза покажет, что нужно вложить в следующие два месяца 50 миллионов рублей. Тянуть мы здесь не будем, потому что это уже будет осень, когда мы отремонтируем котельную для того, чтобы она просуществовала год или два. Но из большой доли вероятности нам нужно будет строить новую котельную. Стоимость ее от 80 до 100 миллионов рублей. И, судя по всему, нам этого не избежать. Но в любом другом случае мы постоянно будем натыкаться на это латание дыр этой котельной. Потому что котельную, как вы, наверное, знаете, ремонтируют плюс-минус каждый год. И плюс-минус каждый год она в прорву уходит, эти деньги, понимаете. Можно было уже всю из нержавейки построить котельную и спокойно уже закрыть этот вопрос. Но там другая проблема. Там проблема с теперь уже капитальным ремонтом домов. Как известно, котельная, она подает воду в жилые дома. А в жилых домах трубы, которые вместо двух сантиметров накипь составляет. И, господи, емкость 2 миллиметра. То есть тут кто-то предложил, нужно очистить эту котельную. Плюс управляющая компания этого населенного пункта, сегодня об этом руководитель не стал распространяться. Она принимает деньги от жителей, но не отдает их за, соответственно, энергоресурс. Я уж не стал эту тему там обсуждать, но она тоже является для нас принципиальной. Так управляющая компания Московской области работать не будет. Дурить нас не надо и ни нас, ни людей. Поэтому здесь целый комплекс мероприятий. Вообще ЖКХ, это Подмосковье, вы, наверное, чувствуете, какая-то серьезная проблема. Какой уровень изношенности сетей у нас в Подмосковье. Вы сказали, через три недели вода будет у вас здесь. Да. Где Жданов? Жданов сказал. Павел Владимирович. Я исхожу из того, что муниципальная власть, так же, как и региональная, рассчитывает на поддержку людей, на помощь людей. И в состоянии поэтапно, потихоньку, но вместе с тем неуклонно менять жизнь в Солнечногорске. Поэтому самое простое, что я предложил, это до 1 августа за месяц навести хоть сколько-нибудь порядок в городе. Потому что то, что я увидел, ну да, подмели там пару центральных улиц, понятное дело. Знакомая практика. Но город все-таки утопает, не стригутся газоны. Ну, не хочу о грустном, да, но я считаю, что порядок должен быть. А что же здесь зимой происходит? В этом году, в 2013-м, мы приедем в Солнечногорск. Я думаю, что это будет как раз моя вторая встреча. Бог даст, сентябрь-октябрь. Я приеду сюда, чтобы отчитаться о дорогах, о состоянии города. Мы сейчас провели, так скажем, мощную встречу с главой района. Он хочет работать, он должен нам показать, что мы делаем вместе одно дело. Я думаю, что такой шанс мы должны дать и посмотреть, как изменится жизнь. Вы видели сейчас на этой встрече то, что остальное количество проблем, которые существуют в Солнечногорском районе. И, наверное, вы как-то отразили это, да? Видели, как грамотно чиновники занимаются футбол, теми или иными полномочиями. Какой вопрос удобно отвечать, какой неудобно. И вот ваше мнение, все-таки, может быть, не совсем эффективно работает муниципальная власть? И все-таки от терапии, может быть, и хирургии неким образом пора переходить? Вы знаете, в нашей жизни, а это касается и маленького, и большого, нужно не руководствоваться эмоциями. Я здесь первый раз. Было бы большой ошибкой нам с вами как-то излишне перегревать ситуацию. Мы, коли договорились работать одной командой, глава города-человек, он здесь живет, и глава района, и поселений, и полиция, и прокуратура, они лишь должны в свою лепту внести. А в случае, если не будет сделано второй раз, мы попросим это сделать в третий раз. Если не получится в третий раз, тогда уже будут приниматься решения. У нас с этим проблем нет, но и какого-то легкомысленного подхода, эмоционального, мы тоже должны быть лишены, это неправильно. Поэтому я очень надеюсь, я рассчитываю, что глава района, вся команда, которая здесь работает, они станут ближе к людям, и, соответственно, люди сами подсказывают, что нужно сделать в первую очередь. Здесь особо мудрить, хитрить ничего не надо. В поездке по нашему району 1 июля Андрея Воробьева сопровождал руководитель главного управления внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области Андрей Ильницкий. В течение дня он делал записи в своем твиттере и размещал там фотографии с мест событий. В частности, после посещения Андреевки Андрей Ильницкий написал «Дорога к этой церкви, которой более 450 лет, в безобразном состоянии. Включим в программу «Дорога к храму». Запись из Тимонова. Сейчас в Тимонова. Бывший военгородок, передан два года тому назад в разваленном состоянии. Запись из ДК «Выстрел». На встрече в Солнечногорске 600 человек. Много протестно настроенных. Не мудрено. Местная власть не работает. И еще. Солнечногорский район сплошь проблемы. Двухчасовой встречи не хватило. Люди не отпускают Воробьева. Он их надежда. После встречи на выстреле сход с маршрута. Проверка детской площадки, утопающей в болоте. И итоговая запись. На вопрос одного из пользователей Твиттера. Ну какое у вас первое впечатление о городе, который жители ласково называют солнышко? Ильницкий отвечает. Хороший город без хорошего хозяина. О визите Андрея Воробьева в Солнечногорье на этой неделе сообщают и некоторые СМИ. Вечером 1 июля вышли первые репортажи в эфире телеканала Подмосковье. Видеофайлы этих материалов наши областные коллеги разместили на своем официальном сайте и в Ютуб. Осенняя заготовка из отставок. Так называется публикация, появившаяся 2 июля на сайте газета РУ. В ней говорится об изменении тактики областного руководства по отношению к руководителям муниципалитетов с низким уровнем доверия к местной власти. В ситуации предвыборной кампании подготовки к зиме руководителей таких районов и городов решено пока не менять, цитирует газета РУ своего источника. При этом от отставок в районах, где доверие к местной власти невелико, решено не отказываться. Своих постов лишатся замы и начальники отделов, курирующие самые проблемные участки. В Солнечногорском районе это ЖКХ. Там отставки только готовятся, заключает источник интернет-ресурса. Далее газета РУ цитирует руководителя управления по внутренней политике областного правительства Андрея Ильницкого, который сказал, что в рейтинге доверия главам руководство Солнечногорского района находится в подвале. Территория потребует усиления режима ручного управления. Тому есть и объективные причины. В районе находится много военных городков, переданных муниципалитетам в ужасном состоянии. Но многие из них были переданы давно. В них ситуация с ЖКХ остается удручающей. Требуются экстренные меры. Но когда во время поездки губернатор Андрей Воробьев говорил с людьми во дворах на улицах, стало ясно, что местная власть с жителями не разговаривает, не работает. Главу многие видели впервые, заявил Ильницкий. Газета РУ пообщалась и со специалистами по предвыборным и политическим технологиям, которые считают, что до губернаторовских выборов представители «Единой России» Андрей Воробьев вряд ли будет требовать отставки неугодных глав, дав им возможность реабилитироваться хорошими результатами голосования в своих районах. Но после выборов отставки в подмосковных муниципалитетах могут принять массовый характер, так как любой губернатор старается выстроить власть в муниципалитетах под себя. И жители воспримут такие отставки скорее положительно. В публикации приводится также мнение политика Бориса Надеждина. Он считает, что глава Солнечногорского района Юрий Панкратов, который победил как кандидат от оппозиции и только потом вступил в «Единую Россию», своим для партии так и не стал, намекая таким образом на шансы Юрия Анатольевича сохранить за собой руководящее кресло. Это был итоговый выпуск информационной программы «Наше время» об основных событиях в городе и районе. Телефон нашей редакции 64 65 95. Звоните. Впереди вас ждет прогноз погоды. Удачи вам в праведных делах. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова